Всем привет! Меня зовут Дарья, вы на канале My World of Books. И сегодня я хотела бы рассказать вам о книгах, которые читала этой весной, которые мне наиболее понравились. Итак, давайте же начнём! Первые книги, скорее не книги, а комиксы, это книги Билла Уильхома «Сказки». Это ритейлинги всех известных сказок о героях, которые мы читали из самых различных детских историй. И показывается, скажем так, альтернативная история о том, что уже было после всем известной фразы «Жили они долго и счастливо». То есть узнаем о героях, что с ними стало дальше. И если вкратце, во-первых, это история 18+, то есть не для детей. Мы узнаем о том, что героям этих известных сказок пришлось бежать из сказочного мира, и им удаётся поселиться в нашем человеческом мире, спрятаться и основать некоторые мини-государства со своей системой управления. И здесь мы узнаём о том, как им, таким различным героям, удаётся уживаться друг с другом, и что бывает, когда всё-таки это не очень получается. Интересно, например, с первой части можно узнать, что глава, мэр этого мини-государства – это король Коль, его заместитель – это Белоснежка. А ей помогает, скажем так, в различных проследовательных делах волк, который, естественно, имеет свою человеческую ипостась. И в первой истории мы узнаем, что в Белоснежке была, на самом деле, сестра. Ведь есть такая сказка про Белоснежку и Краснозорьку. И, собственно, эта сестра, она внезапно пропадает, в её квартире находят очень страшные вещи. Вся квартира её, оказывается, залита кровью, предполагается, что, к сожалению, она погибла. Но не всё так просто в этой истории, и её начинает расследовать как раз волк. И он узнаёт очень неоднозначные дела. Он приходит к самому неожиданному выводу. В второй части здесь больше подробно уделяется вниманием о том, почему и от чего бежали герои сказок, и как им удалось основать это государство в человеческом мире. Почему, для чего они скрываются. Я считаю, что отличное исполнение. Здесь достаточно интересная рисовка. Показываются герои с разных сторон. Мы понимаем, что не все добрые персонажи, как нам казалось, на самом деле добрые. А зло это не зло, как таковое плоти в этих историях. Советую всем ознакомиться с ними. Я думаю, это будет интересно. Вторая книга, которая меня очень заинтересовала, это Владимир Набоков. Его засчитала уже на главный герой, известный шахматист. И здесь рассказывается история его жизни с самого младших классов, как только у него появилась эта любовь к шахматам, что его к этому привело. И затем идет скачок во времени. И показывается уже взрослый человек, как состоящийся известный шахматист. Его некоторые странности. И здесь рассказывается о том, что он встречает свою вторую половинку, которая хочет его переделать под обычных людей, скажем так. А ведь он был в некотором роде как шахматный гений. И к чему эта переделка проведет. И действительно ли мы узнаем, действительно ли это так было необходимо для него. Достаточно. Я скажу, что книга не для всех. Требует, наверное, много размышлений. И когда я ее только прочла, у меня было, наверное, больше вопросов, чем ответов. И на многие вопросы, наверное, можно ответить спустя какое-то время. И на некоторые, наверное, мог бы ответить только сам автор. Мне понравилась эта Энн Бренте, незнакомка из Уэлтфэл Холла. Здесь показывается 19 век. И история девушки, сначала девушки, потом женщины, которая, скажем так, выбрала неправильного спутника жизни. И хотя она его очень любила, но вскоре она поймет, что это была одна из самых больших ошибок ее жизни. И вот мы видим семью. И в то время, когда разводы вообще практически не разрешались, и в любом случае, кто бы не был виноват, всегда вкосо смотрели именно на женщину. И вот мы узнаем, что все-таки и в то время существовали женщины, которые могли пройти против мнения общества. И, возможно, в главной героине даже в какой-то момент удастся обрести наконец свое счастье. Но перед этим она испытает всю гамму чувств, и ей придется очень много страдать. Книга показывает, что в каком бы тупике ни находился человек, он должен не опускать руки и всегда искать выход. И если только он не захочет это, то жизнь обязательно ему преподнесет очень много сюрпризов, и в некотором роде даже неизвестно, откуда появится рука помощи, которая поможет тому человеку выбереться из ямы, в которой он угодил. Главное только захотеть этого. И, наконец, самая любимая книга из подчиненных – это «Осенний лис» Дмитрия Скирюка. Здесь главный герой Жуга, он путешествует по миру, в которой он живет, пытаясь понять, кто же он, откуда у него способности и для чего они ему даны. У него есть браслет с несколькими фигурками, закрепленные на нем. И он не знает, откуда он у него появился, но при срывании одной из этих фигурок внезапно он получает некий дар. И весь мир, как бы, вблизи его начинает меняться. Происходит со стороны волшебных, назовем так, события. И по мере того, как он приближается к своей цели и осознанию того, кто он есть, он меняется, как менялся бы человек на протяжении всей его жизни. И хоть события примерно проходят через один год, то есть длиной год, но он, это, мне кажется, какая-то аллегория со стороны автора, показывается вся жизнь человека в одном годе, что называется. И автор пытается показать, что человеческая жизнь, она тоже такая, сменяется различными событиями, которые меняют самого человека. И в конце концов, в конце пути человек должен осознать, для чего он жил, и правильно ли он делал то, что он делал, и действительно понять смысл того своей жизни. Здесь, конечно, очень много вплетено различных смыслов. И хоть это фэнтези, но много очень философских размышлений. Герой встречается с самыми различными персонажами, от обычных людей. Это могут быть и вампиры, это, видимо, Аким, и знахари, и самые различные сущности, гномы. Просто все волшебные существа практически, которые можно было придумать. И вот через этих героев, и взаимодействие с ним, главный герой начинает понимать, что для него важно. И в конце концов, когда он встречается лицом к лесу с тем важным, к чему он шел, он делает некий выбор, который и помогает ему осознать, кто он есть на самом деле. Ну, рассказано, конечно, мной достаточно запутанно, но на самом деле очень интересное фэнтези, и похоже, конечно, на фэнтези про ведьмака, но, скажем так, более глубокое здесь не только смысл в сражениях, в каких-то волшебных существах, а скорее о размышлении человека о своей жизни. А события, которые с ним встречаются, это, скажем так, не самое главное здесь. Короче, некоторые, я бы сказала, такое глубокое фэнтези. Всем советую, надеюсь, вам оно тоже понравится. И все книги, о которых я хотела вам рассказать, конечно, их немного, но это именно то, что действительно мне заинтересовало, и мне было интересно читать. А ведь в книгах важен именно смысл. Есть, конечно, развлекательные книги, и я не спорю, их можно прочитать хоть там 200 штук за пару месяцев, но дело не в этом. Хочется иногда в книги именно глубоко вникать, размышлять над чем-то, потому что окружающая действительность настолько быстро меняется, все хаотично, тебя забрасывают постоянно с всех сторон различные информации, ты находишься в каком-то хаосе этих информационных потоков, и иногда такие книги именно заставляют остановиться. И, наверное, задуматься действительно о самом важном, а не распыляться на что-то несущественное. И поэтому, конечно же, кроме развлекательных книг, важно читать и какие-то более глубокие книги, тогда, наверное, твое существование будет более полным, ну и, может быть, даже интересно. Что ж, спасибо, что посмотрели это видео, увидимся в следующих, и до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok